Всем привет, ребята! С вами Андрей Чент, и вы смотрите свое любимое шоу «Беременна в 16». Если это так, то поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал, и я жду ваши комментарии. Вы лайкаете, я выпускаю, обещания сдерживаю. Ребят, новая беременная в 16. Привет, меня зовут Кристина. Мне 16 лет. Я живу в городе Ахтубинск, Астраханской области. Друзья называют меня кисой. Но я бы не сказал, что я 16 по виду. Возможно, это лишний просто вес добавляет. Потому что я милая, и вся такая мур-мур-мур. Моя мечта — стать лучшим в городе, а может и во всей стране поваром-кондитером. Поэтому я и поступила в кулинарный колледж, и уже закончила первый курс. У меня большая и дружная семья. Это моя старшая сестра Зарина. Она учится вместе со мной в колледже. А наша мама, отчим и младший братик живут в Знаменске. От Ахтубинска туда добираться больше часа. Поэтому мы с сестрой остаемся в общежитии при колледже. А к родителям приезжаем только на выходные. Мама. Привет. Это тебе. Что-то с бантиком. Она очень хорошая. Её чётко пуша. Всё делает для нас. Я очень её обожаю. Расскажите, как у вас всё у неё. Нормально, мама. А тут брови нормальные. Нам с сестрой хочется приезжать домой почаще. Тем более, мама в положении. И совсем скоро должен родиться младший братик. Мама в положении. Что у тебя в училище? И это в положении. Жениха нашла себя. Я не хочу говорить маме о том, что у меня появился парень. Потому что мама очень строгая. И считает, что сейчас у меня в голове должна быть только учёба, а не женихи. С Лёшей мы познакомились случайно. Мы с Зариной шли на дискотеку и решили поймать машину. Алексей остановился и согласился подвезти нас до клуба. Подъезжает Лёшка на жигулах. Он весь такой красивый. Это невозможность не было. Та вы шо, Лёха на жигуле этот. К счастью, полные трусы были. Пока мы ехали, Зарина громко смеялась и привлекала к себе внимание Лёши. Мы с Кристиной разные. Я вообще яркая. Я люблю экспериментировать над собой. Я люблю очень хорошо одеваться. Я люблю менять прически. Но Алексей смотрел только на меня. И от его взгляда у меня стали гореть щёки и заколотилось сердце. Когда мы познакомились, Кристина тихоня сидела. Мне она понравилась. Можно сказать, что любовь с первого взгляда. Что ли появилось? Мы с Лёшкой обменялись телефонами. И через какое-то время он позвонил мне и предложил встретиться. Я была в шоке. Он первый парень, кто обратил на меня внимание. Согласен. Ты как-то реально за собой, баба, не следишь. Не, ну блин, ну парням там не нужно. Ну согласитесь, вот просто правде в глаза. Девка за собой не следит. Это факт. Я испытываю в Кристине чувство симпатию. Мне в Кристине нравятся ёжные глаза. Ёжная улыбка. У неё ямочки такие, когда улыбаются. Так с Лёшкой у нас всё закрутилось. Уже когда-то были ямочки? Мы много времени проводим вместе. Но везде с нами на свидание, как хвостик, ходит Зарина. Я думаю, что сестру задело, что Алексей влюбился в меня, а не в неё. Кристине не хватает, конечно, там сексуальности, потому что она девочка без комплекса. Я вот что-то понять не могу. То есть есть сестра, которая тоже хочет встречаться с этим пацаном? То есть две сестры делят одного парня или как? То есть её всё устраивает. Но я заметила, что... Как она завоевала Лёшу? Она стала подкрашиваться, она стала делать прически. Она стала всё повторять за мной. Здорово. Здравствуйте. Лёша – завидный, перспективный жених. В 21 год он стал старшим поваром в пекарне и по местным меркам зарабатывает неплохие деньги. Мой парень такой клёвый, и многие девушки заглядываются на него. Чтобы Лёшку у меня не отбили, я решила с ним зайти дальше поцелуев и обнимашек. А через пару месяцев он предложил мне переехать жить к нему. Но я и представить не могла, где живёт Алексей. Лёша, в поле, фазенда, ранчо, Вася. О, что-то гусей. Я девушка городская, и в деревне никогда не была. Но меня это не пугает, потому что с милым рай и в шалаше. Выхожу я из машины и вижу этот полнейший ужас, реально, эту деревню. Не, ну у них типа скота много, я хочу вам сказать. Это что, свинарник? Нет, здесь я живу. Там красиво, там свежий воздух, но там столько, г**й. Да же г**й полно, вообще ужас, нереально. Она смотрела на землю, там везде лежат какашки куриные, да и вообще такое лицо у неё было, блин. Лучше без слёз не взглянешь, короче. Мой парень живёт в маленьком посёлке под Ахтубинском, в деревенском доме. Он вырос без отца, и егошняя мама растила Лёшку одна. Сейчас она в другом городе на заработках. А типа вообще вся хата? Привет, мам. Вот знакомство, моя девушка, Кристину. Здравствуйте. Привет. Нематичная. Я волновалась перед знакомством с Лёшиной мамой. Она вроде бы на вид женщины приятная, как бы общительная. Но мне кажется, что это не моё. То есть, думаю, что-то у нас в отношениях с ней не получится. Своей маме я тоже сказала, что у меня появился парень. Но что я буду жить у него, да ещё в деревне, я говорить не стала. Маме это не понравится. Она женщина строгая. Я знаю, как она отреагирует отрицательно. Потому что, типа, рано, тебе нужно отучиться, всё, все эти дела. Зато Лёшкина мама наоборот. Даже обрадовалась моему появлению в ихнем доме. Будет кому за хозяйством присмотреть. Типа хозяйка. Мама мне её озадачила покормить курей, коров, лошадей. Вот. Пойти в огород, убраться. Это ужас. Убрала. Взяла говно, перебросила в другое место. Я поубрала. Я не хочу жить в деревне и пахать на чужом огороде. Да и Лёшина мать достала своими бесконечными поручениями. Но ради любимого я всё это и терплю. Гусины летели, как крысы. Ну, господи, я думала, они меня заклюют там. Эти коровы, я так боялась их кормить. Они ещё таким за мной смотрят бычим. А ещё ей в морду ведро пихала. Кристина, конечно, поборола свой страх. Но если она убежала бы, то значит, это не моё. Это дурно. Я бы не стал дальше отношения продолжать. Как тебя вообще кормить тут? О всех трудностях деревенской жизни я забываю, как тут чуть-чуть вот так. Это местный стиль. В два цвета называется. Я не представляла, к чему могут привести взрослые отношения с Лёшей. Пока не узнала, что я беременна. Типа я в шоке. Итак. Начало мне тошнить. Я на какой бок не лягу, то есть меня тошнит. Потом болевать стала. Потом решил, думаю, дай-ка проверюсь. Вот эти две полоски для меня, это просто ужас. Плюс у меня голова гудит, думаю, что делать. Я не верила своим глазам, глядя на тест с двумя полосками. Может, просто тест оказался бракованным. Или я что-то неправильно сделала. Поэтому я решила еще раз проверить. В итоге я сделала аж 16 тестов. Насрала бы на тест, я не знаю, мало ли вдруг полоска бы одна. Нахрена? Все они показали, что я беременна. Бля, я вижу что? Как на эту новость отреагирует Леша? Леша! Слушай, у меня к тебе новость есть. Ага. Какая? Я беременна. В смысле? Вот. Чешешь ты мне? Серьезно тебе что, две полоски ни о чем не говорят? Я видела, что он испугался. У него такие глаза были. Такое ощущение, как мне тоже скажет. Ты что, дура, что ли? Зачем ты мне это показала? Реально беременна. Я, конечно, сначала как-то растерялся. Со всеми бывает такое, когда не ожидаешь. Вот. Ну, я, конечно, хотел ребенка. Я рад этому. Я просто не хочу свою жизнь потратить пустую. Я хочу для кого-то прожить. Леша отреагировал положительно. Я надеялась, что Лешка сделает мне предложение, и мы с ним поженимся. Ага. Но он промолчал. Я его люблю, и я хочу стать лучше. Сначала самым сокровенным я поделилась с Зариной. Зарин, слушай, у меня тут такое к тебе дело. Ну, короче, я беременна. И тут у меня слезы, у меня паника. Я понимаю, что я стану тетей. Это все. Я никогда даже не думала, что она родит даже раньше, чем я. Следующий о беременности узнала мама Леши. Тетлян, слушай. Да? Я беременна. Мм. Рановато, конечно. Ну, ничего страшного, я тоже отняла в шестнадцать. Мама же тоже ласпроекта беременна в шестнадцать, только до съемок не было. Я таки подняла. Ну да, вон какой кабан бегает. Так как тетя Лена сама... Если он кабан, я молчу, кто ты. Блядь, кабан. Максим, худенький козлик, блядь. Мама родила Лешку в шестнадцать. Она меня поняла и поддержала. Покорми, пацана. Но вот своей маме рассказать о беременности я боюсь. Она очень скоро должна родить братика. И волноваться ей категорически нельзя. Что у нее с пальцами? Ну, потому что для нее это шок. Дочка забеременела, это нереально. Для нее это естественный стресс был. О, так это уже два месяца прошло. Чувствую я себя неважно. Меня тошнит и кружится голова. Поэтому занятия в колледже я часто пропускаю. Я беременность не планировала. Я хотела вообще сначала полностью отучиться, пойти на повышение. Но в таком состоянии продолжить учебу у меня не получится. И я беру академический отпуск. Я люблю свой колледж. Мне жалко, что придется временно его оставить. Но как только я смогу, сразу же вернусь на учебу. От своей мечты стать крутым поваром-кондитером. Я отказываться не собираюсь. Да, 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 конечно. С беременностью добавилось много забот. Нужно встать на учет в поликлинику и сделать первое УЗИ. У Лешки из-за работы пойти со мной не получилось. А Зарина с радостью согласилась меня сопровождать. Неизвестно, кто там будет. Он срок еще маленький, подрастет, перенесла. Я впервые увидела на экране монитора своего еще совсем крошечного малыша. Для меня это незабываемые эмоции. Что-то там ни хрена не понимает, что он показывает. Я осознала, что внутри меня растет и развивается новая жизнь. И уже бьется в сердце ребенка. У меня глаза как будто... Я не плакала, у меня глаза на мокром месте просто были. Опять покрасил жить в один цвет. Для меня это не реально было. На что играем? Давай раздеваем. Заденька начала на меня вешаться сразу же. Мне так замуж захотела. Розовые шорты. Натяги до такой степени, что там вообще... Я сказал, слушай, конфетка, шурук ты отсюда. Она же была против беременности. Серьезно? Хватит плакать, надо ребенка спасать. Ему остается 48 часов жить. Я начала за нее переживать, а она вообще очнется. Че, бля? Че там за трешнячок, ну, сейчас будет? Проблемы с ребенком и любовный треугольник, как я понял, по легкому анонсу. Че, как сходило? Ну, ничего, нормально. Ну, все, все хорошо. А вот реально, вот это покрасилось темный и это в такой же цвет. У этой же вроде были тоже волосы в два цвета. И у этой было в два цвета. Растем, прокляемся. Ну, что ты, как ты, мама, больше говорить? Желень, ты же знаешь, мама. Прям даже цветы не тоже волосы. Я боюсь сказать, тем более, самолюшка она строгая. Я понимала, почему Кристина боится сказать маме, потому что она беременна. У нас это в семье неприемлемо рожать в таком возрасте. Желень, тем более, сказала то, что сначала отучися, послужимая детям. Но все равно надо сказать маме. И у этой брови татуаж, и у этой татуаж. Желень, она задает мне аборт сделать. Я потом не смогу медить, если я сделаю аборт. Поэтому я не знаю, как ей это поднести. Все будет нормально, не переживай. Я категорически против этого аборта, потому что, блин, не признаю такие вещи. Ребенка реально убивают, он тоже живой уже, все. Мы с Зариной решили, что я расскажу маме о беременности, когда она родит. Но из-за Лешиной мамы, которая сует свой нос в чужие дела, ситуация изменилась. Привет. Как там у тебя дела? Ничего потихоньку. Леша, Кристина маме сказала? Ты беременна? Да нет еще, она как-то не звонила. Она переживается, боится. Кристина, а ты не маме не скажешь? Она все живота, растет. Да не знаю, чуть боюсь я как-то. Я приеду сама и скажу ей. Я не ожидала от Лешиной мамы такой подставы. Она меня просто к стенке приперла. И мне пришлось позвонить своей маме. Мам, не беременна. Алло, мам, привет. Слушай, у меня где такой разговор тут? У меня отраслись руки, я не знала, как бы, как ей вообще поднести это. Я беременна. В тот момент я слышу, что ты дура, ты очень рано это как бы сделала. То есть как бы она сказала, что я не хочу с тобой больше общаться, потому что я ее ослушалась. Спросила трубку, она на меня обиделась, и я на нее обиделась. Я очень расстроилась, что мама так сказала. И даже начала думать про аборт. Чтобы как бы не потерять общение с матерью, то есть она готова была идти на любой поступок. Я не давала ей смириться с мыслью, что нужно делать аборт. Я приняла для себя решение. Даже ссора с мамой не заставит меня избавиться от ребенка. Я до сих пор помню то чувство, когда впервые увидела малыша на экране во время УЗИ. И услышала стук его маленького сердца. Спасибо Леше и Заре. Кровать поднесная. Я говорю, Кристина, даже не думай, какие бы тебе мысли в голову не лезли, это твой ребенок. Вот говорю, даже если ты что-то думаешь, ты родишь, ты мне еще спасибо скажешь. Меня постоянно мучает токсикоз и кружится голова. Но с раннего утра я уже на ногах. Занимаюсь хозяйством и пашу как проклятая под палящим солнцем на огороде Лешкиной матери. Ну вроде пашут, молодец, помогает. Я, конечно, понимаю, что я пашу как заложка, но у меня выхода реально нету. Потому что там весь этот запах, все это воняет. Безвыходная ситуация. А что пацан делает? В итоге у меня заболел живот. Я вызвала домой врача. Доктор сказал, что мне и ребенку нужен покой. Но Лешина мать по телефону продолжает забрасывать меня поручениями. А сам Лешка постоянно на работе. И за все время ни разу не заговорил о свадьбе. Мне все достало, мне надоели тетки, гости. То есть я не намерена их кормить. И не обязана их вообще чистить даже. И бегать за ними, как дурочка. Я понимаю, конечно, прекрасно, что она хочет встать на какого-то внимания. Но я давно думал предложение ей сделать. Мама со мной не хочет общаться. Поэтому на данный момент Зарина мой единственный родной человек. Хотя порой ее навязчивость меня и раздражает. Но сейчас поддержка старшей сестры очень важна для меня. И я рада ее видеть. Две одинаковых. Кто-то за кем-то копирует. К ним. Я ухожу, а там куча этих поросят, свиней. Воняет не пойми чем. Она с этим ведром бегает. Эти какашечки все этих не убирает. Но у меня, естественно, такие глаза. Я думаю, я куда вообще попала? И у меня все время была мысля забрать ее оттуда. Я действительно считаю, что это нормально. Убирать здесь свиньями. Кормить их. Леша что, не собирается помогать по хозяйству, что ли? Тебя мама чего не поймала? Золушкой воспитала, чтобы ты убиралась в чужих домах? Ну, он работает. Ну, и что, что работает? Оставляй ему, что не можешь сделать ты. Почему должна все на себе тянуть ты? Что, что он работает? Все люди работают. Ты этого уже никуда не денешься. Как это никуда не денешься? Разговаривай. С кем? С ним, с мамой. Почему ты должна пахать в их доме? Я очень хочу уехать с Лешкой в город. Но снимать квартиру дорого. Приходится жить в деревне. Машка, раз здесь вот. Ну да. Ой, Зоня. Мама звонит. Я не верю своим глазам. Мне звонит мама. Алло. Машенька, привет. Привет, мам. Датенька. Да ладно, ты мам родила? У меня сразу слезы за глаз полили. Я поздравила. Она типа, ты там как? Там все это нормально. Да я еще не родила. То есть как родила. То есть как бы она в отношении очень изменилась. А когда была беременна, она была очень агрессивной. Зарин, мама родила, прикинь? Да ладно. Да, я тебе говорю. Серьезно? Да, это шутка. Сейчас у мамы проснулся, наверное, материнский инстинкт. Она понимает, что она очень грубо обошлась с Кристиной, что она в какой-то промежуток времени ее не поддерживала в ее беременности. Мам, я тоже тебя люблю. Рождение братика нас промилило, и мама приняла мою беременность. Я очень счастлива, что я помилилась с мамой. Мне вот больше ее общения не хватало, чем вот мне даже, можно сказать, и Леша не нужен был. Мне только лишь бы мама со мной общалась. Леша, извини, ты нахрен не нужен. Блин, а что он за собой рядом не следит? Сегодня я пришла в поликлинику на плановый осмотр и УЗИ. Расслабьтесь, не волнуйтесь. Вот личико хорошее. Структура головного мозга в норме. Ребенок развивается хорошо. Пока не видно, кто будет, мальчик или девочка. О, тут видно, что там на Люсьнике, да. Так, давайте развивайтесь, вставайте на весы, посмотрим ваш вес. Ой. Набрали? О, понятно. 15 килограмм набрали. Я стала много жать. Все, вот это все я стала есть. 15 килограмм нажила. То есть даже не хотелось, но я все равно ела. Поэтому столько веса у меня было. Я всегда была с пышными формами, но сейчас я стала очень толстой. Из-за этого я комплексую и переживаю. Вдруг Лешка разлюбит и бросит меня одну с ребенком. Ведь кругом столько струйных красоток, как, например, моя сестра Зарина. Я пытаюсь как-то ей помочь, а она ни в какую. Она все так же продолжает есть свое сладкое и все остальное, что видит. Я пытаюсь у нее добраться, а она ни в какую. Зарина с детства любила быть в центре внимания, в отличие от меня. Все знакомые парни всегда смотрели только на нее. Я уверена, что сестру задело, что Лешка выбрал меня. Может, поэтому она злится и крутится возле нас, чтобы показать Леше, что он ошибся с выбором девушки. Как потом выяснилось, во многом я оказалась права. Ладно, чтоб переспал сестру, чешу. Лешкин дедушка живет в Ахтубинске и давно просит приехать к нему в гости. Алексей из-за работы не может поехать со мной. А Зарина, как узнала, сама напросилась, чтобы я взяла ее с собой. Меня такое поведение сестры порой удивляет. Неужели ей заняться нечем? Приехали к деду. Она же учится, да и парень у нее есть. Какой-то молодой дед. Я подумал и решил, что тебе ключи от квартиры и живите с Лешкой. Ой, деда, не надо, ты что? Бери тебе и Лешке на работу близко ходить. И пеленки пойдут стирать, вода все есть, машинка стиральная. А я пойду. Ой, спасибо большое, дедушка. Спасибо, дедушка. Зарина в квартире деда обрадовалась больше меня. Она давно мечтает съехать из общаги. И теперь я боюсь, она напросится ко мне пожить. А отказать я ей не смогу. Но и увидеть сестру рядом с Лешей мне неприятно. Это похоже на Санта-Барбару. И мне больно об этом вспоминать. Но до меня Леша совсем недолго встречался с моей сестрой. О боже, то есть на самом деле они встречались. То есть сестра встречалась вместе с ним. А боже, они хотят жить вместе. Меня вешатся сразу же. У меня, конечно, была мысля. Ну ты любовь на треугольник. Пошелить. Сначала неделю пообжимались так. Потом я ей предложил встречаться. Ну ладно, она согласилась. А потом просто пришли к общему мнению, что надо разбежаться, потому что она не мое. Леша выбрал Кристину, потому что он очень влюбчивый. Мне неприятно вспоминать о прошлых отношениях Зарины и моего парня. В итоге Леша все равно выживаете. Как вы вместе-то оживете троем? Мы с ним любим друг друга. И скоро у нас появится ребенок. А сейчас все так удачно сложилось благодаря Лешкиному деду. Мы за несколько дней собрали вещи и с радостью переехали в город. Я не верила своему счастью. А, на рассладе дам прислали. Я вырвалась из этой деревни и гуши. Теперь дед будет за гусями следить. Я очень была рада, потому что я как голодная начала. Ага, горячая вода есть. Потому что я больше не буду в тазике мыться. Я теперь буду в ванной купаться и наслаждаться этим. Но радовалась я не долго. Блин, она огромная, ребята. Я не думала, что с Лешкой жить в городской квартире будет сложнее, чем в деревенском доме. Что-то у него надо было. Алексей оказался настоящим неряхой. Раньше это так в глаза не бросалось. Обои за кроватками шифонеру бери. Я тебя когда об этом просила? Вообще везде твои вещи валяются. Пускай валяются. А то он и мужик. Какой ты мужик с валящимися вещами-то? Не нравится? Ты должен чистым и обряд не вообще так быть. Начинается бытовуха. Если что, так мужик. И этот. Сама все сделаешь. Мы начинаем ругаться. У нас все летает, все по суду. То есть до этого доходит даже. С работы приходишь, тебя пилят. На работу уходишь, тоже пилят. А, конечно, охота нормальных отношений. Может, беременность влияет. Я просто сейчас как-то думаю, что родит. Я думаю, она изменится. Хорошая будет. Ну, такая не будет пилить постоянно. Меня раздражает, что Леша ведет себя так, будто я его прислуга. И не думает, что я беременна. И мне тяжело заниматься домашними делами и уборкой. Я убираюсь. Я здесь все делаю. А здесь все ходят, сынарничают. А как будет выглядеть? Пятнышко маленькое упало, когда кушаю, блин, на стол. Все, кипиш заводит. Роблем, понимаю. Она, конечно, устает тоже. Уборка, не уборка, все такое делать. Но, блин, я думаю, из-за этой крошки, блин, из-за капельки кипиш создавать такой, как будто, блин, война началась. Я вот не понимаю реально. Из-за этих ссор мне становится плохо. А Зарина, когда приходит в гости, вместо того, чтобы помочь, только сует нос в наши отношения. Что орете? Дети мои. Что за сбора драки нет? С таким человеком, как она, тяжело разговаривать нормально. В детстве, когда родилась, пять раз подкинули, на шестой поймали. Спасибо за комплимент. Да ладно, не суть, ну хватит ругаться, серьезно. Иногда Зарина остается у нас ночевать. И на минуту не отходит от моего Лешки. Постоянно вьется около него. Может картишки поиграем? Можно. Где карты? Сейчас посмотрим. На что играем? Давай на раздевание. Нет, я с тобой не буду играть на раздевание. Ты что? Ты что, боишься? Кристинка уши оборвет. И хоть у Зарины есть парень, она продолжает кокетничать и строить глазки Леши. Ее, походу, не смущает, что он мой молодой человек. И я от него жду ребенка. Я ей сказала, Зарин, как бы, ты давай не лезь, потому что, говорю, это мое. Ой, да он мне не нужен за Кристину, ты что? Она ревнует к тому, что я люблю прихорашиваться, люблю хорошо приодеться. Ей тоже этого хочется, но я не понимаю, что ей мешает. Подкрашивайся. Ну, как бы, выгляди немножко. Получше, чем сейчас. Но как бы я не злилась на Лешку, долго держать на него обиду я не могу. Чувшенственность, видите, какая женственность, сексуальность. Слава богу, она уже ушла, господи. Заколебала, б***я, уже. Че, я тебе все еще наливаю? Ты как думаешь? А огурцы будешь? Нет, нет. А этот салатик нарежу тебе. Кристинка, когда она остывает, она после ссор, после всего, она какая-то становится сразу такая любящая и все. Жать, будешь? Нет? Пошел вон отсюда, б***ю. А вот я ей говорю, целуйся, конечно, что ты неплохо. Вот, конечно, не характер бы тебе, тогда сыны бы тебе не было. Лежися, ты классно, но баба, ты так себе. На очередном музее я узнала, что у нас будет мальчик. И Лешка безумно рад этой новости. Мы с нетерпением ждем появления сыночка. Очень хочу, чтобы был мой характер, был жесткий характер, не такой вот, то есть, уси-муся-пуси. Хочу, чтобы у него были голубые глаза, чтобы он был очень красивый, конечно. То есть, она считает, что у нее хороший характер, да? Вот у меня голова лежит. Я все чувствую, вот, каждую даже слышу, вот, лежу, прямо вот сердечко его слышу, как оно бьется. Вот, он лазит. Хоть заранее вещи новорожденным не покупают, я переживаю, что не успею все подготовить. Поэтому потихоньку уже начала этим заниматься. Вот пеленочки, которые мы покупали, уже все постирано, все переглажено. Потом сами мы покупали костюмчик на выписку. Вот такой вот. 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 И ползуночки вот такие. То есть, мы очень рады, мы очень ждем нашего ребенка. Детские вещи стоят дорого, но для будущего сыночка я ничего не жалею и экономлю на себе. Хотя мне нужны новые платья. И за набранных 25 килограммов я ни во что не влезаю, но от сладкого отказаться не могу. Это первые дни нашего знакомства. Серьезно? Здесь у меня очень худые руки. То есть, я была не такая, как раньше. Ёшкин дрен баба, ты же себя запустила так как-то, а? Вообще два разных человека. Здесь у меня более нормальное лицо. Не, ну, Лёшка в такую влюбиться мог, согласитесь. Это же вообще друг. Ты съела ее? Как я, когда ты себя. Вы посмотрите, вообще два разных человека. Мать его за ногу. Я в шоке, бля. Что с человеком? Что с девушкой делает лишний вес? И я манал за слабой следить. Беременность у меня отекли очень сильно ноги, потому что много воды, я очень пью. Какая беременность, бля. Я смотрю на свои фото до беременности. Там я такая хорошенькая и стройная. Хотя я считала себя в то время полной. Но по сравнению с тем, какая я сейчас, это просто ужас. Ненавижу свое отражение в зеркале. Так, а что ты с этим ничего не делаешь? Постоянно болит спина и повышается давление. Не думала, что так тяжело будет вынашивать ребенка. Да еще Зарина достает своими проблемами. Алло. Бля, типа, а, бля. Сука, где брови? Бля, где брови, бля? Куда они делись? Знаете, на кого она похожа? На Фиону, бля. Кто сделал фильм Шрек? Фиона. Короче. Да, ничего у меня нормального нету. Плеца за Фиона. Жесть полная. Все в репертуаре Зарины. С очередным кавалером рассталась. Из общежития ее выселили, потому что наканила коменданту. Какая красивая девушка. А может, специально так все подстроила, чтобы к нам перебраться? Можно я пока, ну, временно у тебя поживу? Давай. Боже мой. Да. Слушай, Зарина просит немножко пожить у нас в нем. Зарплату получит и съедет. Какая красивая. Ну, и физически нам поможет немножко. Сейчас она как бы влезает в нашу жизнь с тобой. Бля, я в шоке. Будет намешаться везде. По сути, логически. Смотрите, все холостит. Бля, вообще два разных человека. Ребят, ничего не скажу. Ну, бля, ну баба себя жестко запустила. Можно быть беременной и не запускать себя. Давайте вот правде в глаза посмотрим. Ну, это же просто звезде с какой-то. Ну, и что? Я же не могу ей сказать нет. Ну, пожалуйста. Она сейчас сама просит, чтобы та жила у них дома. А потом будет опять говорить, что, типа... Что ты подлазаешь к моему Лёшке? Алло, да, Крис. Ты можешь, ну, съехать к нам? Ну, я хорошо из этого подъезда. Сейчас буду... Я уже пришла. Мне досраки, что ты ответишь. Да, нет, я уже возле подъезда. Открывай дверь. Позвоните, открывай. Бля. Спишь в комнате, на диване так же. Боже мой, ей 16 лет, мама моя, родная, бля, ей 16 лет. Это что за баба 40-летняя? Вот именно в этом ракурсе. Кто это? Кто ты что-то обещаешь? Я не знаю, что, как обычно. Тебе 16 лет. Я его сдам в заковрике, постелю у вас за двери, пускай гавка и б***ь. Спасибо большое. Ты как пил мы с Лёшей, смотри. Ты как всегда. Зарин, так же помогаешь мне по дому, то есть мы всё делаем вместе, хорошо? Хорошо. Хоть я сама уговорила Лёшку, чтобы Зарина пожила у нас. В душе меня терзают сомнения. Правильно ли я поступила? Сейчас, когда я толстая и беременна, вдруг Лёша начнёт засматриваться на сестру. И как оказалось, мои сомнения были не напрасные. Посмотрите просто на эту заточку. Как будто она бухает. Куда ты руку засунула? Высует руку. Ну посмотрите, ну вот вас, вот вам бы показали бы так фотографию. 16 лет девушке. Вы что вам сказали? Либо пришла бы в кальян, ну вот такая вот. Вы мне паспорт бы спросили? Нет. Ей тридцатка-сорококка минимум. После переезда Зарины прошла неделя. А я уже устала от неё. Ходит везде с нами. При этом даже дома наряжается только в короткие юбки и шорты. Розовые шорты у неё, которые чуть ли не по самому вот так вот шею натянуты. Точно, их натягивают до такой степени, что там вообще... Я уже жалею, что уговорила Лёху, и он разрешил, чтобы Зарина у нас пожила. Её улыбочки и виляние хвостом в адрес моего парня меня расстраивают. Мне очень обидно, что моя родная сестра так со мной поступает. Ну, Зарина ходит, конечно, так. Внимание она привлекает своими вот этими короткими шортами. Розовыми, блин, которые чуть ли не натянуты. И, блин, труселя у неё, что уж врезаются и так, ну, не знаю. Я, кажется, к этому привык уже. Стараюсь как-то внимания особо к ней не придавать вообще. Это ещё пи***. Ко мне Лёша подходил неоднократно. Ну, говорит, я там прикололся, там, про любовницу. Там сказал, что мне нужна любовница, а Зарина, типа, а я, чем не любовница, там, глазами подмигнула, там, что-то это-то-то. То есть неоднократно такое было. Не знаю, всерьёз воспринимает. Да. Меня реально запарило уже Зарина кокетство. И я решила серьёзно поговорить об этом с сестрой. Почему бы тебе не взять и вот серьёзно не настроиться на жизнь? Я бы не хотела такой семьи, как у тебя. Семья у тебя идеальная. Бл***ь. Я бы не хотел такой семьи. Семья у тебя идеальная. Ну, я бы не хотела бы такой семьи. Я хотела бы не идеальную семью. Я сейчас не в этом плане. Семья у тебя очень отличная. Я знаю сто процентов, что это вот красивый ребёнок. Я не хочу, я хочу своей семьи. Чтобы у меня было всё по-другому. Немножко ей завидно. То, что у Ксина всё хорошо, у неё в отношениях теперь вообще не складывается. Начинают встречаться, пару дней расходятся они. Потому что ей не везёт с парнями. Прелесть моя. Ты будешь моей жена? Я на минуту даже потеряла до речи. Наконец-то я услышала от лёжки. Ты жопа достал? Не знаю. Ну да, говорит, да, ты чё? Да. Давай кольцо пусты. Реально, может, и жопа достала? А, нету коробочки. Так было сразу прямо. Он такие классные. Я об этом долго обдумывал, думал, как бы красиво сделать так, чтобы было эффект неожиданности. Что тут точно эффект неожиданности вылез из озера с кольцом, блядь? Ты бы ещё с гусям жопой достал бы, когда этот эффект неожиданности. Что мне, конечно, понравилось, запланировалось это, блядь? Прям романтично было. Ты, Вася, в шортах. Знаете, помню, короче, вылазит мой Валерчик, короче, с озера, бля. Засовывают руку себе в трусы, херяк, и жопой кольцо достал. Боже, такая романтичная была ситуация, блядь, чуть не расплакалась. Предложение, о котором я так долго мечтала, но ещё устроил мне сюрприз. Пригласил на пляж наших друзей, чтобы отпраздновать это событие. И так всё, я решился на это, я сделал предложение ей. Первой порадовать новостью о нашей свадьбе я решила свою мамочку. Алло, мам. Я буду хлам. Мам, мне Лёша предложение сделал. Да, я так счастлива, вообще прям не могу. Мамочка, прикинь, какая-то здоровая. Да, Лёша, мне предложение сделал. Блин, она такая счастливая мамулечка. А там пятки-пиксели заставляют. Поздравила меня. Я пригласила её на свадьбу. Мам, ну давай, я приеду, я тебе потом всё расскажу тогда, хорошо? Ага, давай, давай, целую. Она будет беременна на свадьбу? Кристина, может быть, стоит ещё позвонить Лёшиной маме? Нет, да не хочу ей звонить, не буду. Как вспомню, как Лёшкина мамаша заставляла меня пахать в деревне, так прям злость берёт. Алёшина мама, она первое время, она может, как бы сказать, показала себя с хорошей стороны, но где-то она и плохая. Но как-никак всё равно тебе придётся с ней налаживать отношения. Может быть, стоит ей как-то сказать? Зарина права. Всё-таки тётя Лена Алёшина мама. И моя будущая свекровь. Поэтому я тоже пригласила её на свадьбу. Заодно вживую познакомимся. Не, не пригласим маму жениха. Я манала. 33-я неделя. В следующей неделе пролетели в подготовке к празднику. Денег на ресторан или музей у нас нет, поэтому мы с Лёшкой решили позвать только самых близких. И после ЗАГСа отметить у нас в квартире. Я уже и меню составила. Сделать яйца фаршированные, то есть с чесноком с этим. Ты только яйца фаршированные готовишь меньше? Нет, крабовый. Ну, давай дальше. Крабовый салат потом сделаем. Лёшин любимый салат из сардина он любит. Можешь ещё сделать запечённые ножки с картошкой в мешочке, помнишь? Ещё нам нужен тогда будет сыр. Денег нет. Блядь, свадьба! А сыр? Нет, сыр нет. Я извиняю. Нет. Сейчас я предлагаю поставить на стол вот моя инициатива. Водка, сало и картошка на костре. Всё. Ну, даже на примере подготовки к моей свадьбе я ко всему серьёзно относилась. А Зарина, шутки, прибалутки. Может, она не помогала, потому что не хотела меня отдавать? Добрый день. Здрасте. Сегодня моя мама, наконец, приехала к нам в гости. После родов у неё всё не получалось найти время для знакомства с Лёшей. То он на работе, то маленький братик капризничал. Да? Волнение такое. Как это так сейчас, мама или чё-нибудь будут такие слова говорить? Она же была против насчёт беременности, такого всего. Мне очень приятно с вами познакомиться. Да? Мне тоже. Не знаю. Хотя, как-то странно выглядит. Стоп. Вот это вот только родился? Либо... Стоп. Подождите, я чуть въехать не могу. Она только родила. Значит, это какой-то ещё один ребёнок. Потому что тот, которого родят дела, он не может так выглядеть просто по определению. Ну, очень страшно. Давай заберу его пока тяга. Не моя, ты швала, ты швала, родной. Где работаешь? Я работаю на пекарне. Пекаре. Ну, в общем, жить мы будем здесь. Денушка нам квартиру отдал. Говорит, живите, поживайте. Правнуков, говорит, мне давайте, рожайте. Ну, только немного. Ну, говорит, штук десять, как минимум. Ну, нормально. Мам, ну, как дела шутят? Нормально? Да, зять хорошая у меня. Понравилось тёщим будущее? Женщина вполне, она неплохая. Можно поговорить. Я пошила тебе пелёночки. Посмотри на свёплёночки. Ой, спасибо, мамочка, большое. Хорошая у тебя мама? Конечно, хорошая. Пелёночки сама пошила. А некоторые даже машинка шить не умеют. Что у них игла ломается. Ой, здесь жопу подлизывают. Ну, то ладно, зятя. Ну, прыгайте, пожалуйста, свадь. Я постараюсь, потому что у нас прививка. Ёбля, как важно, блядь, свадьба, дочки и прививка. Я не знаю, конечно. У меня как бы прививка. Шесть часов будет прививку делать, я не знаю. Ну, я не знаю, если получится. Я не знаю, как он будет себя чувствовать. Если будет очень хорошо, то я постараюсь приехать. Если нет, значит, меня не будет. Меня, конечно, вот этот факт расстроил. Я хотел бы, чтобы она была на свадьбе. Потому что Кристина как-то более ёшник-советов слушает. У меня нет слов. Есть более важные дела. Если моя мама пока не знает, сможет ли она быть на свадьбе, то Лёшина, маманя, готова прискакать заранее. Уже целый список составила. И толпу гостей назвала. Своих родственничков и подружаек. Ну, давай, пиши гостей. Прямо давай сейчас окончательно, Кристина. Мама Лёшина. Дед Санёк. Короче, пишу свекровь. Свекровь-свёкор. Нет. Мама и дед пиши. Ой, мама и Санёк. Почему мама и Санёк? У меня нет свекрови. Тогда уж лучше свекровь, чем мама. Тётя Лена пиши. Тётя Лена. Я понимаю, что до свадьбы осталось всего ничего. Но не поворачивается у меня язык назвать Лёшину маму свекровью. Давай дальше подружкой ёшни. Ну, как я так и запишу? Подружкой ёшни. Пиши так. Подружкой ёшни. Нет, как её пиши, Фоменке? Ну, тётя Света и дядя Саши напиши. Света, Саша, пишу. Да. Света. А Гриша Света написала? Нет. Они нам нужны? Это кто такие? Тётя Лена подружка? Угу. Тётя Лена подружка. А тётя подружки вообще будут? Да, ты. Хватит, правильно. Это можно сказать так, что все подруги Лёшины и мамы. То есть она уже всё за меня решила, как она будет проводить свадьбу. Ладно. Родственников мужа не выбирают. Да и не до Лёшкиной мамаши сейчас. До свадьбы нужно столько всего сделать. Например, купить мне белое платье, а жениху костюм. Со вкусом у Лёши не очень. Поэтому я решила попросить его родственника, дяде Серёжу, помочь с выбором. Серёж, у нас 26-го свадьба. Лёше нужно будет костюм выбрать. Что значит? Можешь пораньше приехать, чтобы нам помочь? Ага, ну всё, тогда договорились тогда. Мы с Зариной пошли выбирать мне свадебное платье. Но я так переживаю, что не найду свой размер. Потому что живот у меня уже очень большой. Когда ты беременна, ну, платье найти в разы тяжелее. Какое платье шикарное. Я бы хотела бы на себе. Да, тебе бы подошло такое, если бы то была. Не бы килограмм, тридцать, поменьше. Но это была бы не Зарина, если бы не задела меня за живое. Она же знает, как я комплексую по поводу набранного веса. И всё равно давит на больную мозоль. А я не виновата в том, что она не хочет над собой работать. Ей никто не мешает. Она также может поменять свою внешность. Я сколько раз ей предлагала, пойдём сходим в парикмахерскую, сделаем тебе милирование или чёлочку, или коры тебе сделаем. Ничто, как бы, не заставляет её, там, я не знаю, богиню себя там выстраивать. Ну, можно же хорошо выглядеть. Я не так замуж захотела. Хотел, не верно. Да этого не хотела. Сейчас прям у меня загорелось. А вот, смотри быстрее. О, блин. Давай. А что тут? Тебе примере. О, прелесть. Вообще шикарно. Вот только сейчас я осознала, что я невеста. Я хочу быть самой красивой в день нашей свадьбы. Надеюсь, что у Лёшки с Сергеем всё хорошо. И они смогут выбрать стильный костюм. Здравствуйте. В спортивке. Поможете с костюмчиком? Да, конечно. Проходите. Пойдёмте. Вот, костюмчики разные. Посмотрите пока, ознакомьтесь. Что нравится вам, что бы вы хотели. И какой тебе больше цвет нравится? Синий, чёрный? Да не, чёрный, траворный вообще. Вроде не похороны. Ну, тогда вот будь синий, хороший. Давай синий посмотрим. В примере посмотри. Давайте, а где? Серёг, посмотри. Неплохо вроде бы. Ну, а что, сидит хорошо. В размеру тебе прям. Тебе как самому? Нравится, нет? Всё нормально. В шлёпке. Ну, а что, хороший костюм. Давай чё-нибудь ещё посмотрим. Ну, этот неплохой. Ну, как тебе? Бля, ну, кто-таки костюм покупает? Я вот не знаю. Выглядит из-за кизик Валера, бля. Не знаю, не так как-то сидит, да? Да, и цвет тоже какой-то тоже. Просто не привык к светлому. Светлая как-то не очень. Давай чё-нибудь другое посмотрим. Ну, это тоже. Это не на свадьбу, это больше просто там на собеседовании, на работу. Что-то напоминает, знаешь, 80-е годы. Ты костюмы хоть раз ещё покупал? Да, но не такие. Спортивные? Какие? Однотонные. Не знаю, как там у Лёшки с Сергеем, но у нас с Зариной пока всё очень печально. Красивых свадебных платьев в салоне очень много, но только не моего размера. У меня была мысль тоже, что она очень много платьев примеряет, потому что, во-первых, она беременна, это же живот уже большой. Не залезла, прикинь, Зарин. Серьёзно? Да. Ну, что ты глянешь, ни одно не налазит. Смотри, как некрасиво сидят рукава. Вот реально рукава. Они не сидят на плечах у тебя даже. Принцесса Фиона. Из-за живота, потому что всё. Как бы ты ни напрягалась, на тебе ни одно платье не сойдётся. Кристина, какое тебе может быть платье, если ты на Фиону похожа? Я вообще не рада, что взяла её в салон, потому что она постоянно подкалывала. То, что я не найду себе платье, и ты пойдёшь без платья, как чуханка на свадьбу. Кристина похожа. Живот мешает. Он поднимается наверх и не застегивается. И так боюсь, что ты без платья останешься. Будешь выходить замуж в халате. На лошку. Я меряю первое платье, но на меня не налезло за живота, я второе, третье померила, а так же они не налезли на меня. Я уже думала, что реально платье не подберут, что не найдут на этот скромненький животик. Такое классное у меня платье. У меня нет слов. Типа оно ужасное, или что? Вообще всё так круто. Как ты думаешь, Лёше понравится это платье? Я думаю, он будет в восторге. Я бы хотел посвободнее платье, чтобы было такое красивое платье. Серьёзно ли, то я вкусы не понимаю. Не, ну ладно, она беременна, давайте просто вот понимать то, что она беременна, на неё мало что налазит. Хорошо, красивое платье. Не будем сильно придираться. Ну, если мне, то так. Ну, пышное, но не сильно, чтобы там сжимало, сдавливало, чтобы ребёнку комфортно было тоже. Пойдёт. Боже мой! Я забыла дома паспорт. Не было ничего. Я забыла дома паспорт. Не будет и быть не могло. Я же не знаю, так это или нет. Я люблю тебя! Я бы тоже хотела себе очень малыша. И где так шляешься? Меня всё раздражает. Планка поехал. В дурку я скоро отправлюсь. Не мне с ней жить. Сыны тебе, Заринка, нет? Мне Зарина, конечно, более нравится. Ну, езжай давай! Слепонка, сдавай! Давай, уезжай! Папа, кто? Может, Кристинке позвонить, спросить? Добрый день! Как вы на том, что тоже применяется? Да, тоже идея. Всё? Всё, добрый. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Как у тебя глаза? Что там у тебя за платье будет? Обычное, красивое такое. Ну, ты мне опиши его. Всё такое в стразах, длинное, шикарное. Всё такое в стразах? Вась, у тебя только на поясе, чуть-чуть камней. Ты красивое. А если у меня бутылка такая классная. А вы костюм выбрали? Да, я себе выбрал. Ну и чё? Зелёные штаны. Красная рубашка. Красная рубашка. Да. И фиолетовый пиджак. Ну, я хотел просто реально удивить тех, как они отреагируют. Он типа бес огонит. И зелёный, пожалуйста. Блин, а что ж ты не всё это зелёное одел? Да просто тут так модно такая. Нет, серьёзно. Нормальный костюм выбрали? Серьёзно? У нас была с Кристина первая мысль. Господи, ты что, действительно, как бомж будешь выглядеть? И вообще, как это будет смотреться? Мы уже ждали этот день свадьбы. Не то, что она будет с ним расписываться, она станет имужиной. А мы действительно хотели посмотреть, ну, как это будет смотреться в роли жениха на Лёше. До моей свадьбы остался один день. Завтра мы с Лёшкой... Херлась, у них один день до свадьбы. А они только костюм купили. Официально станем мужем и женой. Вот что значит, когда быстренько всё решается. Что голова идёт кругом. Лёшка с дядей Серёжей с утра уехал на вокзал встречать свою маманю. Все продукты мы купили заранее. Теперь с Зариной будем готовить блюда для свадебного застоля. У неё, получается, не татуаж на бровях. У неё вообще на брови сбрило. И потом, наверное, и маркером она их рисует. Или хренов поймите, чем она их рисует. Ну и вообще люди сделают, как раз бревают даже. Они делают татуаж. У неё не татуаж. У неё такое чувство, что, блин, сегодня будет маркером вот так. Или вот так. Блядь, нету. В общем, Зарина всё утро слонялась без дела по квартире. А потом ей срочно приспичило сходить в крёстный за дополнительной посудой. Нашей на столы не хватало. Но ведь это можно было сделать и вечером, а не сейчас. Иди. Можешь прям сейчас. А, это у них сегодня свадьба. Она очень пафосная. То есть она всё делает так, как хочет она. Под неё я прогинаться не собираюсь. Зарин! У неё сегодня свадьба. Сегодня. Вот она сейчас в таком виде пока что. Зарин! Ой, блядь, ну и сама, блядь, блядь лучше. Теперь я именно с этим, господи, прости меня, полночи эти грёбаные салаты придумывала вместе с нарезками и со всеми. Ещё не знала, как вот это пюре готовить на такой плитке несчастной. 15 литров пюре, блядь, на такой плитке 4 часа готовить. Мне было настолько обидно, что сестра так со мной поступила. Я даже маме пожаловалась. Она мне, типа, помогу, помогу, короче. И в итоге, типа, посуды мало ей. Зарина. Короче, свалила и в пивнушке сидит. Я говорю, ты придёшь? Ну, типа, нет. Я говорю, ради бога. Я осталась одна с кучей заготовок. Даже не знаю теперь, за что мне хвататься. Не, наверное, свадьба не сегодня у них, значит, завтра. Здравствуйте, здравствуйте. А, это мать. Чё, ладно, поехали, а то, блин, дел ещё много, да. А ты так торчали здесь, а полдня ждали тебя. Полиция откройлась. Здравствуйте. Здравствуйте. А бровей нету? Здравствуйте. Чё там, внука? Растёт? Ну, конечно, не подняла по часам. Явилась, не запылилась. Но делаю вид, что рада приезду Лёшкиной матери. А с другой стороны, помощь мне сейчас не помешает. Чё, помочь иначе-нибудь? Можем картошки немножко почистить? Ну, давай. Где ножики? На тебе вот этот. Или каким тебе удобом? Мы ногтями. Ну, ладно, всё, всё. Ну, чё, машины нашли? Ну, да, мы одно такси занимать будем. Да. Ну, заходи. Это кто? Наконец припёрлась Зарина. Неужели совесть проснулась? Или мама ей втык дала? Развела бурную деятельность? Но у меня такое чувство, что она уже накатила в честь моей свадьбы. Бери отсюда во фарш. Мне нужен тазик. Как я тебя уберу, если... Сестра могла. Мне его нужно там лежит, чтобы кошак не достал его. Ты хочешь туда посуду сложить? Всё, иди, я отправлюсь. Зарин, сколько у тебя стопок? Зарин. Чего? Вон список лежит, посмотри. Я сказала, сколько у тебя стопок. Шесть стопок я беру. Сколько стопок? Я сказала, шесть. Шесть. Всё, молодец. Не моя так-то вообще-то свадьба. А то кто спит? Что-то затеяло сбоку. Чтобы я стояла тут. *** по стуну. Она так всегда стараешься и для их семьи. Ну, как бы всё для неё. Она всё равно единственная сестра. Но в ответ от неё ни благодарности, ни спасибо. Короче, в основном сделала всё. Я единственная, чтобы... Что-то брови нарисовала маркером получше. Куда-нибудь уйдёт и на полчаса. И всё. Можно даже не искать. С огромным животом я простояла у плиты везде. Поднимала тяжеленные кастрюли. Не было времени, чтобы просто присесть и отдохнуть. Она даже на Алёшу орала. Я просила его помочь. Никто не помог. И она вот часто ходила, хвостом своим вертела. Зарина, перемыв посуду, стала в открытую флиртовать с моим будущим мужем. А от Лёшки я просто офигела. Вместо того, чтобы мне помочь, он стал подыгрывать Зарине. Нормально у детки завтра свадьба. Мне с Зариной, конечно, более нравится общаться. Она забавная, она весёлая. Можно посмеяться всегда. Надо двинься. Надо двинься, говорю, от меня. Всё. Какая она горячая. Ну, пока да, отношения выясняем наши, если будем. По поводу отношений. Какие? Ну, типа, то, что с ней были. Мы с Лёшей когда-то встречались? Чё, блядь? Просто пипец. Накануне свадьбы они специально решили меня добить своими играми и шуточками. Тем более оба знают, что мне неприятна тема их прошлой связи. Ну, если у меня ничего с ним не было, не будет и быть не могло. С Лёшей ничего не было. Я отношусь к нему как к родственнику. То есть, действительно, я понимаю, что он частица нашей семьи. Мы любим побеситься. У нас достаточно таки... Мы можем посекретничать. Я же не знаю, так это или нет. Она же может отрицать. Всё. Пошли все к чёрту. Свадьба отменяется. Если она мне продадёт за мою сыну, я никогда не прощу. Даже если она моя сестра и он мой родной человек. Никогда в жизни не думает, что это сделано за спиной, для меня это будет обидно. Ну, день свадьбы, или свадьбы не будет. Сегодня должна состояться наша свадьба. Я так ждала этого дня, но из-за вчерашнего поведения Лёши и Зарины настроение у меня совсем не праздничное. Я проплакала всю ночь и не пустила Лёшку к себе. А утром ко мне без стука вломилась Зарина. Кристина, ты, конечно, извини, что я лезу не в своё дело, но я правда желаю тебе лучшего. Ты не подумаешь, что я как-то хочу вас рассорить с Лёшей или ещё что-то. Я как бы единственная сестра, я пытаюсь сделать всё возможное, чтобы у тебя было всё хорошо. Ты что, глупая? Как я могу флиртовать с твоим мужем? Как ты могла вообще это себе подумать? Я не знаю. Мир? Мир. Даже если что-то раньше между ними было, как говорится, было и было, это было до этого. Я ему доверяю, потому что я его люблю. Я помирилась с сестрой. Сегодня мой праздник. И не хочу никого видеть с кислой миной. У меня в тебе идея. Я с крёстной созванивалась. Здесь у нас фикуп сделать не получится. Здесь хата маленькая. Крёстная предложила сделать всё у неё. Она там уже всё подготавливает тебе. А Лёшу, Серёжу я уже туда отправила, они уже машину украшают. Согласна? Там делаем выкуп. Да, у тебя ещё хорошо. Мне идея сестры понравилась. Зарина, похоже, сожалеет о своём поведении. И я простила её. Мы приехали в дом её крёстной, где нас ждала уже Наташа, лучшая подруга сестры. Моцная тётка. Но я себе даже представить не могла, какие сюрпризы от Зарины меня могут ждать в самый важный день моей жизни. А, они её будут красить? Со временем немножко, и тут начинает Зарина меня красить, и у неё ничего не получается. У меня в глаз всё течёт, ты чё? У меня щипет. Зарин, ты чё, вообще тура, что ли? Да хуй ты ржёшь. Уж мне вот нахуй без глаза осталось. Эта блёстка тебе вообще-то в глаз попала. Не блёстка, не огонь, а хуй горит. Зарина, ты чё, хуй? Стрелки. Ты хуй. А как она хочет тонкий, а потом горит потолще? Я не говорю, она кривая. Я еле сдерживала слёзы. Как так можно было со мной поступить в день свадьбы? Она специально из меня решила сделать чуханку и уродину. И прическа была, и макияж. Нацепила мне заколки в одну кучу. Ты нормально, можешь на краю? Блядь, свадьба. Мне ей немного и жалко с одной стороны. Блядь, свадьба. Пождите. Ну, крась сама, значит, свои стрелки. Опять же таки, всё для неё. И она это не ценила. Хотя просила она сделать стрелки ей потолще. Тут же она захотела тонкие. То есть я решила для себя пускай делать всё сама. Чё, не могла ровную стрелку сделать? Пускай рисует. Чё ты, п***, ёблась. Она чё, ровная? Чтобы я делала ровную стрелку? Я психанула, я пошла умылась. Жесть. И накрасила себя сама нормально. Сестре ни в чём нельзя доверять. Спасибо подруге Наташе и крёстной. Они помогли мне надеть платье и затянуть корсет. А то Зарина точно задушевывала меняем. Нормально? Ещё затягивай. Сначала вернусь. Там этих линях, посмотрите, прям. Мама позвонила. Она уж выделяется здесь. Сказала, что прийти на свадьбу у неё не получится. Меня это очень сильно расстроило. Ну, румяна чуть-чуть не так нанесли. Ну, я хочу, чтобы мама меня реально увидела на свадьбе. Потому что это... Для меня это раз в жизни будет. Поэтому я хотела, чтобы она на меня посмотрела. Чтобы также она меня и благословила. И благословление это в первую очередь должно быть, конечно. Я на неё не обижена ничего. Потому что я её со стороны честно понимаю. Она также не может бросить четырёхмесячного ребёнка. и прибежать ко мне, и благословлять меня стоять на свадьбе. Я стала плакать. Ну, не по себе стала. Я привыкла, что живёт она с ним, да и пускай живёт. А тут я понимаю, что действительно я передаю в руки Лёше. И я понимаю, что это уже его частицы. Сынок финается. Ну, ещё вроде неплохо. Он даже счастлив. Сыночек, ну, с тобой самое счастливое. Я ещё не замуж ухожу. Вот не понимаю, зачем ты делаешь свадьбу до родов? Типа, а-ля, не по залёту? Там же всё равно понятно будет. У тебя ребёнок родится там через месяц максимум после свадьбы. Типа, нахрена? Чтоб сказать, типа, я женилась до рождения ребёнка? Ну, это говорится в основном тогда, что типа по любви, а не по залёту. Ну, как-то вот не понимаю. Ну, блин, родила бы там, прошло бы полгода и сыграла бы уже тоже свадьбу нормально. Нет, надо вот уже, когда пузо уже практически рожает, давай свадьбу. Типа не по залёту, да? Хотя все прекрасно понимают. Гости стали потихоньку собираться. И чуть Лен приехала, одна из первых. Чё, мать, волнуешься? Плакать будем? Я сейчас Лёшку благословала, я прям слёзы текут из нас. Ну, правильно, первый ребёнок. Единственный ребёнок. Несколько, довольна ли он? Это нормально? Не, мы с ней жить. Сейчас будет, ребят, свадьба. Наконец подъезжает машина с женихом. И начинается выку. Ох, чувствую, сейчас Лёшке достанет. Эти сейчас сельские разборки. Лёшка со своими помощницами такие ему испытания устроит. Правила. Мы только смотрим на жениха. Какой жених? Багуля за рулём. Ой, дружу. Ну, ничего, пойдёт, пойдёт. Чтоб невеста у окна не соскучилась одна, должен ей крикнуть ты о своей любви. Я люблю тебя очень сильно! А я жду понесу невесте пустую копилку. Ну-ка, давайте, давай, 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 давай. Ну, сценарий писала я, а насчёт выкупа придумала Заренина Крёстная. Ну, естественно, эта идея понравилась. Ну, мне, знаете, нравятся сельские свадьбы. У них как-то веселье жёсткое временами идёт. Городские так не гуляют. Ну-ка, заходи. Ну-ка, денюжку платим. Если туфлю не найдёшь, Кристину Закс не поведёшь. Снимай с неё, одевай на невесту. Чё, холим? Бери на руки без одной туфли. Блядь, тебе! Это мне нравится, это мне нравится. Это моя туфля. А снимай-то на Canon фотоаппараты. Блядь, проходи. Лёша заходит в дом, и я сразу обращаю внимание на костюм. На его костюм. Вот теперь я знаю, что у тебя любят твити. Но теперь мы отдаём тебя в его руки. Он входит, и вижу, что он самый-самый красивый. Горька! 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 Я ее первый раз такую вижу. В свадебном платье, когда мне реально понравилось вот это все. Она очень-очень красивая была. Ну что, неплохо тебя, ты твой жених разыграл. Ну да, я сказала, что она зеленая, рубашка красная, пижак-то сел. Сейчас какую-то деловую, да? Когда уже к ЗАГСу подошла. Идем жениться? Тогда я вспомнила про паспорт. Зарин, я забыла дом и паспорт, срочно езжай, пожалуйста. Сань, популярен! Леша, блин, мы паспорт забыли пересенять. Езди, пожалуйста, срочно звоним. Ты серьезно, ты идешь к мужу? К жениху говоришь, чтобы он за паспортом съездил. Больше некому за паспортом. Извини, жених, у тебя праздника нету. Троллейбус там, иди за паспорт. Я вообще поджимаю, что-то сейчас стало. Что, вообще что, с ума сошли? Да я не знаю, как мы могли его забыть. Мы собирались. А я всем сейчас на настоящее. Ну ты быстренько съезди, пожалуйста. Хорошо, ладно, паспорт съезди. Все, давай скорее, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Может, это знак, что ты паспорт забыла? Может, не стоит? Да нет. Ну, никакие длинные приметы не случились. Мой Лешка успевает. И мы идём в ЗАГС. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Слушай, ты такой маленький по сравнению с ним. Хочу вас ответить. Является ли ваше желание стать законными супругами, взаимным, свободным и искренним? Вас, невеста? Да. Когда она начала девушку говорить, читать то, что брак такой-то, вот это вот все серьезно, вот так как-то, блин, трогать меня так стало. Кристинка заплакала, на нее так посмотрела, я чуть ли тоже не расплакался серьезно. Такие эмоции были, что тоже хотел заплакать, но как-то сдерживался что ли. Ваш брак зарегистрирован, и я торжественно объявляю вас мужем и женой. Знак взаимной любви и верности, я попрошу вас обменяться обручальными пальцами. Здравствуйте друг друга, жених может поцеловать невесту. О, опять. О, тут уже было бы влезание. Счастья здесь нам были, потому что я не жала, что в этот день, в эту минуту я выйду заново. Поздравляем! 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 После ЗАГСа мы с друзьями отправились на... У этой бабы в красной спереди зубов нету. Я смотрю, там показалось или нет. Буку по городу. У всех было такое суперпозитивное настроение. Увидел. О, эти свадебные покатушки. О, что они еще на пляж пошли. А дома нас с гостями встречала Лешкина мама. Дети мои, добро пожаловать домой. Многослабляем вас, желаем вам счастья, любить. Любите, другу уважайте. Но на машу. Цените. Укусай. Единственное, что омрачает мою свадьбу, это отсутствие моей мамочки. Они с Лешиной матерью так и не познакомились. Больше было Лешиных гостей. Моих там только вот чисто сестра и ешняя подружка. Еешняя, не моя. Нормальная свадьба. Я так много находилась во время свадебной прогулки, что у меня разболелась спина. А в квартире еще было так душно, что мы с Лешкой сразу же переоделись. Свадьба закончилась. Бля, это свадьба. Такие кастрюлечки красивые, очень распакованные. Знаешь, какие хитрые? Магнит. Зарик, тихо, тихо не выбирает. Тихо, пока как дарит. А ты уже нажрались там? Молодец. Хотя с другой стороны, может быть и к лучшему, чтобы... Просто ужиранная морда уже смотрю. Родственнички Леши перебрали с алкоголем, да и Зарина от них не отстала. Пошла водка рекой. Гости тусовались бы у нас до утра. Не я беременна. А пухли ноги за день так, что не было сил. И как только все разошлись, мы с Лешкой завалились спать. Свадьба закончилась, а я для себя решила. Не важно, что там было между Зариной и Лешей. Главное, что теперь мой муж и жена. И я его никому не отдам. Зарина пока живет с нами. И походу съезжать не собирается. Я ей помогу, да? Ну как я и скажу, чтобы она съехала, я же не выкину ее. Если она съедет, она жизнь наладится с ним. Я не знаю почему, вот так как она к нам приехала, у нас начинается ссор. Сначала она говорила, что типа давай ее себе поселим, теперь я не хочу, чтобы она с нами жила. Начинаются ругачки. О, еще рожать скоро будем. Лешке тоже не нравится присутствие Зарины в доме. Но мы ее обижать не хотим. Да и не до семейных разборок мне сейчас. Через месяц уже роды. Но кажется, из-за моего самочувствия это случится раньше. За всю беременность я набрала 30 килограмм, и у меня очень сильно теки, и меня положили в больницу. 30 килограмм набрать. Это надо уметь. Кристина юная, первородящая. И избыточный вес – это нарушение обмена веществ. Плацента, она перестает работать. Ребенок испытывает голодание. И принимается решение провести роды уже неестественным путем. Путем операции кесарево сечения. Ну, конечно, сама не родится. Хватит плакать, надо ребенка спасать. Если мы сейчас, говорит, тебя не оперируем, то ему остается 48 часов жить. У меня паника. Я звоню Леше, Лешу трубку не уберет. Она мне звонит и говорит, Зарина, меня везут кесарить, она вся в панике. Что тут страшного, Господи? Наоборот, даже менее болезненно рожать. Мне уже КТ пересет наставляли. То есть уже несут. Мне уже наркоз вкалывают. А я пытаюсь заплакать. А я не могу, у меня глаза стеклянные, я не могу заплакать. Я начала за нее переживать. Блин, как это, что? А вдруг с ней что будет? А все ли хорошо? А мало ли что с ребенком не так? А она вообще очнется. То есть такие дурные мысли в голову лезли. Сейчас вытащу. Пускай. А все? А, ну да, вроде, брейли, достали. А, не дышит? О, он не дышал. А, они типа начали его шмыргать, чтобы задышал. А чего не уже шланг во рту? Он здесь не дышал? Врачи сказали, что на операционном столе я провела около 50 минут. После наркоза я плакала и кричала, мне ребенка спасли вообще. Я говорю, принесите мне ребенка. А чего ребенка шланг во рту был? Ребеночка пока не принесут. С ребенком все в порядке. У тебя хороший мальчик, 3 500. Немножечко он отдохнет, и ты вот чуть-чуть отдохнешь после операции, тогда принесем. Я узнал то, что Кристина рожает. У нее Кесарева по телефону, мне позвонила Зарина. Операция хорошо, что прошла у нее успешно. Ребенок здоровый. Мы решили назвать его, как меня, в честь меня точнее, Алексей Алексеевич. Я думаю, он родится как... Я не знаю, вот почему люди так некоторые называют. Наверное, тут тоже есть такие же у меня зрители, у которых там отца так же само зовут. Или там мать. Но вот как в жизни, типа, зовут одного и двое акают, или как? Или Алексей Младший, или как? Неужели мало имен? Зачем называть так же само? Типа, блин, имен, не знаю, ну, блин, сотни просто имен. Нет, надо назвать так же само. Ну, как-то не знаю. Ну, так вот. Он вообще малюсенький. Мне приносит он такой милый, такой хороший. Он еще весь заплывший. А он, знаешь, так рот раскрывает. И так лежит вообще. Ой, умничка, умничка. Умничка, кушечка. Меня он самый любимый и самый красивый. Показывайте. Потому что я его выносила. Это мое. Я его всегда нацеловываю. Чуть ли не попку ему целую. У него такие пяточки маленькие. Господи, такие ручки, ноготочки такие. Меня в больнице только ходили навещали Леша и Зарина. А я выхожу с ней так ходить больно. Я вся согнутая. Не могу разогнуться. У меня маляешь шею. У меня прям боль адски. Ну, я надеюсь, что она после рода возьмет себе руки и похудеет. В больнице с ребенком мы провели целую неделю. И только сегодня врач дала разрешение на нашу выписку. Так, где счастливый папа? Поздравляйте, жена. Я как-то запереживал, потому что на него так посмотрел. Он такой маленький, хрупенький. Мало ли, так что не сломаю. Я забоялся его на руки брать. Он стоит, реально, как баран смотрит на ворота. Его спрашивают, кто папа. Я к Лешу поворачиваю, говорю, папа, кто? Он стоит на меня, смотрит я. Я говорю, ну, бери ребенка. Нет, нет, не возьму ты, что? Я не могу. Он же, говорит, такой маленький, такая ответственность. Я говорю, а на х** поражали тогда, если это такая ответственность? Дорогой ты. Мой, ты второй. Всего доброго. До свидания. Все? Все, у меня есть. Домой. Все, свалим. Я смотрю на свою сестру сейчас, понимаю, что они действительно очень счастливы, что у них такая маленькая, хорошая семья. Немножко есть капля зависти, что я не стала первой мамой. Но ничего страшного, это все впереди. Я бы тоже хотела себе очень малыша. Ее волновало то, что она стала не первой мамой. Соревнуются. Кто первый родит. Нашему сыночку уже две недели. А Зарина по-прежнему продолжает жить с нами. Я осталась у нее еще на месяц, но при этом я не просто так осталась. Я купила все необходимое в дом. То есть и продукты, и генические там средства, и ребенку каши, смеси, и памперсы. То есть все накупила. Первые дни после родов были самыми сложными. Из-за Кесарева мне нельзя было поднимать ребенка, наклоняться, долго стоять. Алешка все время на работе. Мне надеяться не на кого. Поэтому я сама и купала малыша, и стирала. А Зарина, как всегда, на словах вроде и готова помочь, но в нужную минуту исчезает. Один раз я попросила Зарину, говорю, помоги мне искупать ребенка, потому что у него руки, ноги, все перед лицом. Он мне, чтобы в ушки воду не попал, я же не могу одной рукой его держать, а второй купать. А говорит, через 10 минут я буду. Нету полчаса сорок, часа нету. Я уже сама искупала. Проходит полтора часа почти, приходит Зарина. Ну что, тебе помочь? Я говорю, уже сама искупала. Говорю, иди гуляй. Верни-ка мне. Лёль, давай чуть-чуть, Лёль. Лёль. Ложи его, чтобы он... О, я там выплюнул каплю, господи. По ложке он выплюнул. Туда я везу, ***, с травмой. Зачем они его кормят? Какими-то лекарствами. Я вижу. Ну отойди. Ребёнок плачет и днём и ночью не замолкает. Поэтому я совсем не высыпаюсь. И с каждым днём становлюсь ещё более раздражительной, чем до родов. Понимаю беременность, да, там я с пузом ходила, мне тяжело было. А сейчас стало ещё хуже, я вообще не высыпаюсь. Я даже не могу лишний часов поспорить. Потому что мне нужно следить за ним, мне нужно это убрать, мне нужно ему санки постирать. И всё чаще своё раздражение и агрессию я выплёскиваю на Лёшу. До сих пор я была прописана в Знаменске у мамы. Чтобы прикрепиться к поликлинике в Ахтубинске, мне нужно здесь и прописаться. Проблема в том, что не с кем оставить малыша. Это неправда на самом деле. Для того, чтобы ходить в поликлинику, не обязательно прописка. По месту жительства. Что это за бред? Тут, конечно, либо она не шарит, либо соврали. Потому что для того, вот я вот живу, в общем-то, не по прописке. Я спокойно хожу в поликлинику не по месту прописки, а по месту жительства. И всё окей. Какой-то бред. Ну, когда выписались с роддома, на руки его не брал. Потом как-то более-более на ладошках я его держал аккуратненько. А потом как-то более приспособился уже к этому и стал на руки подкормить. Ну, чё ты погибаешься, Элла? Ну, чё ты? Я думала, управлюсь со всеми делами за пару часов. Но при подаче документов ФМС мне пришлось отстоять в огромной очереди. Затем я заскочила в магазин за подгузниками и детским питанием. Я переживала за сыночка. Вдруг у Лёши не получится его покормить. Поэтому попросила Зарину по возможности прийти по-разному. Зачем бабки не живут? Чё ты, только за бабки, мужа, получается? Чё ты делал без меня? Даже кроватку застелить не можешь. Больше никто. Сыны тебе Заринка нет. Ну, и лучшая сестра, которая покупает, якобы. Лёх, ты как считаешь, Кристинка всё изменилась после родов? Попланка поехала у неё всё. В дурку я скоро отправлю. Её или себя? Её и себя. Почему? Да я прикалываюсь ещё. Ну, конечно, не высыпается, да, вот это я не спорю. Когда я на работе... Даже сики-накисть творится на кресле. А потом она ходит ворчит и со стулья всё скидывает. Кристина после рождения ребёнка ни капли не изменилась. Точно такая же психическая, неуравновешенная. Сейчас, наверное, будет выгонять. Первый раз я оставила ребёнка на целый день. И хоть Лёшке и сестре я сына доверяю, но всё равно сердце сжимается при мысли, как там мой сыночек без меня? Ты где так шляешься долго? На хуй. Вообще-то я с документами вообще проблемы решала. Так-то у меня тоже своих дел полно. Я памперсы ещё, потому что ходила покупала. Там тоже очередь в магазин. Муж от тебя вообще непутёвый, скажу. Почему? Потому что даже помогать не хочет. Почему? Кристин, смесь не так разводишь. Там в коробке написано, почему он у вас не наедается. От двух до шести недель 90 миллилитров воды 3 ложки. Если 125 наливаете, то 4 ложки. Поэтому не наедается. Я ей накладываю 4 ложки вообще-то. На 30 грамм воды идёт одна ложка. Достала уже Зарина. У неё детей нет, а меня пытается поучать. После наших с ней ссор постоянно потом срываюсь на Лёшке. Понимаю, что не права, но ничего не могу с собой сделать. Поэтому записалась к психологу. Пожалуйста, правьте мне мозги. Меня всё раздражает. Мы очень часто с мужем ругаемся. Ещё мы с сестрой ругаемся очень часто. Я начинаю орать на него, она с комнаты подрывается, подбегаясь. А зачем вы уйти, Кристина? Не знаю, у меня до того такие нервы, что я не могу выдержать. Мне нужно наорать. Мне нужно на кому-то сорваться. После рождения ребёнка в плане характера своего я стала ещё хуже. Понимаю, что я могу довести до кипения Лёшу. Я боюсь, конечно, его потерять, но я стараюсь, вообще стараюсь меняться. Ваша семья. Вот, это да, это наша семья. Она, получается, в неё влазит. Поэтому я думаю, что можно её разрушить. Какая же такое по семье есть? Можно сказать, я боюсь потерять дорогого себе человека. Потому что она... Сейчас, скажу, что психолог, она посоветовала перед ним хвостом. Психолог поддержала меня и сказала, что я молодец, потому что не побоялась так рано рожать. Но главное сейчас не сорваться на лёжке. И? Сегодня к нам зашла мама проведать внука. Мам, с часа до шести вообще не спим. Кристина, это мальчики. С ними очень тяжело. Это, я тебе говорю, до четырёх месяцев. Ты будешь очень сильно мучиться с ними. Мальчики с ними тяжело. Потом постепенно всё войдёт в ритм. Я рассказала маме, что невыносимо жить всем вместе. А с девочкой было бы легко. И нас с Лёшей напрягает присутствие Зарины. Мам, ты понимаешь? Я говорю, мы молодая семья, у нас уже ребёнок. Мы хотим быть вдвоём. Мы, говорю, ни обняться, ни поцеловаться не можем. Иди, позови меня Зарину, я хочу с ней поговорить. Ну, сейчас, ладно. Сейчас, короче, выгонят. Зарина, тебя мама зовёт. Зарина, собирая вещи. Я с тобой хотела поговорить по поводу того, что у Кристины с Лёшей как-то своя личная жизнь. Правильно? Да. Ну, как бы там... Собирая монатки и валюты. Чтобы ты съехала. Получается у тебя что-то? Да, конечно. Можешь-ка мне в Знаменск приехать жить у меня? Хорошо. Разговор с мамой на Зарину повлиял. Через какое-то время она стала собирать свои вещи. Уезжай я, уезжай. Ну, уезжай, давай. Брати бога, сдалась тебе. Давай, уезжай, Зарина, уезжай. Скучно вам будет ещё. Попросите меня неоднократно о помощи. Да, Господи, тебя о помощи. Меня от тебя, б***ь, ждёшь на помощь. Сейчас. Пошли разборки. Давай, давай. Уйду я. И вообще, отадвиньтесь к проходу. Я ещё мать. Дай мне расчёски. Сама заберу ради бога. Я уверена в том, что сегодня вечером не позвонит и скажет. Ну, ты, может, завтра придёшь. А я ей скажу, я работаю. Кристиночка, я не могу. Хорош. Всё. Теперь сами. Хотели жить отдельно. Не понимали моей помощи. Теперь сами. Вперёд. О, уже два месяца после родов. Проходим к финалу. Зарина уехала от нас. Сейчас как-то стало всё хорошо у нас. Более, как-то, знаете, внимание стал семье уделять. А то мы Зарин, там, бывало такого, прикалывались, там, отряствовать. И жена как-то более спокойнее стала. Отношения с Зариной постепенно наладились. Сестра поняла, что мы молодая семья. Выгнали всю твою сестру. Она больше не обижается на нас с Лёшкой. Я люблю Зарину, ведь она близкий мой человек. Ну, ты знаешь, Зарин, что я тебе хочу сказать. Я тебе могу только пожелать удачи и желать тебе такого же счастья, такого же чуда, как у нас в коляске. Спасибо большое, Кристи. Ну, как постановочные идут. Вот мы и подошли к концу. Выпуск необычный. Любовный треугольник немного. Девка, которая себя запустила. Но надеюсь, что всё-таки она возьмёт себя в руки и станет, как было раньше. Если вам нравятся выпуски «Беременная в 16» и вы хотите больше таких выпусков, ребята, поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал. И давайте всё обсудим в комментариях. Я люблю читать ваши комменты. А с вами был Андрей Чент. Всем пока.